Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Елена Владимировна Кадушкина, как меня уже представили, благодарю. Я являюсь учредителем социального проекта «Про жизнь», а также я являюсь его автором. Ну что ж, дорогие друзья, всегда когда-то мы начинаем пациентские организации, пациентские сообщества, и у нас возникает актуальный вопрос, разумный быть или не быть. Планируя регистрацию некоммерческой организации или вступая в уже существующую некоммерческую организацию, некоторые граждане не задумываются, а некоторые, к счастью, задумываются о том, что приобретая определенные права как организация, как юридическое лицо, они также возлагают на себя определенную ответственность. Но какую и в чем она заключается, порой не знают. И тут возникает дилемма «за» и «против». Давайте разбираться. Против. Я хочу озвучить данную проблематику именно с точки зрения учредителя. Долгое время, на протяжении шести лет, мы существовали как инициатива, и только всего один год мы существуем как юридическое лицо. Какие же «против» нас настораживали? В идеале социальная работа должна осуществляться некоммерческими организациями в союзе с двумя партнерами – государством и бизнесом. Но на практике получается все не так гладко, как хотелось бы. На практике в треугольнике государства, бизнес и НКО в современной России последние, то есть некоммерческие организации, третий сектор, являются самым слабым и уязвимым звеном. И среди множества причин это главная, несовершенная правовая база для осуществления их деятельности. Невозможно разобраться самостоятельно в сложной отчетности. Конечно же, люди, которые стоят у истоков социальных проектов, чаще всего не имеют юридического образования. И здесь, конечно же, следует за этим то, что в штат организации непременно нужно пригласить юриста. Но следует далее вопрос, где найти финансирование. Потому что на начальном этапе, как мы знаем, ни грантовую поддержку, ни субсидирование получить практически невозможно, а услуги юристов стоят немало. Хотелось бы озвучить «за». Не все так сложно и не все так плохо. Какие «за» все-таки превалировали, когда мы решились открыть некоммерческую организацию? Не имея юридического лица, субсидирование или грант не получить? Я уже говорила об этом выше. Сложность вопросов финансирования с крупными фанрайзингами, донорами. Многие компании в годовом бюджете оставляют немалую статью расходов именно на поддержку социальных проектов. Но если вы просто инициатива, просто физическое лицо, то очень сложно будет крупная компания, например, такая компания «Мерседес», с которой мы обращались, даже это не фармкомпания, которые нас готовы были поддерживать. Они нам говорили, да, конечно, да, но у вас должно быть юридическое лицо, а, соответственно, счет. Потому что у нас может возникнуть финансовая отчетность, как это мы так, просто физическому лицу передали внушительную сумму средств на реализацию того или иного проекта. Далее, ЗАА выступала в том, что необходимо все-таки обретать юридический статус. Это невозможность оформления договора с подрядчиком, который оказывает ту или иную услугу в реализации проекта. Мы сталкивались со сложностями, потому что когда мы выступали просто как Кадушкина Елена Владимировна, к нам относились просто как к физическому лицу и просто к мероприятию. А когда мы стали организацией, серьезность, квота серьезности и доверие к нам возросла. Очень важный аспект, который мне хочется сейчас затронуть, это взаимодействие с профессиональными сообществами. В приоритете те, кто является именно зарегистрированной организацией. Также проведение массовых мероприятий в рамках социальных проектов требует согласования с администрацией города, района, муниципалитета. И когда вы придете в администрацию, вас просят, кто инициатор. И если вы просто физическое лицо, конечно же, в приоритете будет тот, кто имеет юридическое лицо. Без некоммерческой организации физическому лицу получить согласование в разы сложнее. Ну что ж, мы взвесили все против и за, и за оказалось гораздо больше. Но мы здесь должны понимать, что НКО – инструмент действительно ювелирный. И мы должны понимать и четко отвечать себе на один важный вопрос. Зачем это надо и как конкретно это будет работать? Если вы просто пациентский чат, который хочет просто вести работу внутри чата, подумайте, нужно ли вам открывать некоммерческую организацию. А если вы планируете масштабироваться, выходить на площадки не только городские, но и нашей страны, бежать в марафоны, проводить различные, я говорю о медицинской даже направленности, проводить различные акции, то, конечно же, некоммерческая организация здесь имеет место быть. Но, опять же, вы должны понимать, что в момент открытия с даты постановки на учет в юстиции некоммерческой организации вы должны будете сдавать всю отчетность, даже если деятельность в этом году отчетно мне велась. Что есть НКО? Я не буду на этом заострять внимание. Я думаю, что организаторы предоставят возможность, те, кто заинтересован будет в презентации, можно будет ее посмотреть на ресурсах форума «Белые ночи». Но я хочу сказать одно, что однажды юрист мне сказал очень важную вещь. Очень часто привлекается к ответственности не тот, кого логично привлечь, а кого привлечь удобнее. С точки зрения государства выгоднее привлечь юридическое или должностное лицо. И поэтому с физического лица, почему к нему такое настороженное отношение, с него и спрос очень невелик. А когда вы становитесь некоммерческой организацией, помимо плюсов у вас возникает все-таки другая ответственность. Первая сложность, с которой мы столкнулись, это сами с усами или читать умеем, разберемся сами. Я так думала, что на протяжении шести лет до момента регистрации некоммерческой организации, я думала о том, что мы почитаем, как и раньше, по всем разберемся, а нет. Только правильный, взвешенный, юридически грамотный подход может быть здесь. Проблематика какая? Отсутствие профильного юриста по некоммерческим организациям. Очень мало юристов, кто готов работать с некоммерческими организациями. Из десяти юристов, к которым мы обращались, многие сказали о том, что мы не занимаемся некоммерческими организациями, слишком велика ответственность и о финансировании никакого. И второй вопрос, это отсутствие финансовых возможностей у организаций, чтобы иметь в штате юристы. И поверьте мне, мы, подавая на грант, мы не увидели в статье, где можно было включить в грант статью расходов на оплату ставки юриста. Решение есть. Мы считаем с нашими коллегами, поговорив со многими некоммерческими организациями, юрист-волонтер, юрист-доброволец. Вообще это миф или реальность? Может ли юрист оказывать волонтерскую поддержку добровольную? Представители юридической профессии действительно могут внести неоценимый вклад в создание и развитие независимых некоммерческих организаций для становления институтов гражданского общества в России. И, конечно же, мы очень будем бесконечно рады, если нас услышат, и эту проблематику, она начнет сдвигаться с мертвой точки, потому что мы, как это видим, чтобы при государственной поддержке по всей стране создавались экспертные инициативные группы, которые объединили бы юристов, которые помогали бы, содействовали бы благотворительности и развитию некоммерческого сектора путем содействия в части оказания правовой поддержки гражданским инициативам. Миссия таких проектов – это обеспечение правовой поддержки, как я и сказала ранее, это информационные встречи, консультации, правовой аудит документов, правовая поддержка при регистрации организации и при внесении изменений в учредительные документы. С первой проблематикой мы столкнулись на этапе подготовки кейса или пакета, так скажем условно, документов для подачи в юстицию. Мы их подавали на протяжении восьми раз, и уже потом мы обратились к юристу, который быстро решил этот вопрос. Вторая проблема – учредители НКО. Как бы это странно ни звучало, но человеческий фактор и юридический аспект имеют значение. Как правило, у руля инициатив стоят те люди, которые… это не один человек, два, три, пять, и все хотят заниматься инициативой. Но мы должны понимать, что социальный проект – это явление круглосуточное, это такая же работа, и вы такая же организация. Вы должны со всеми учредителями договориться о том, что вы берете ответственность за организацию, а не просто за хобби. Обязательно нужно договариваться, и сопровождение юриста обязательно. Это мой персональный взгляд, и я думаю, что многие коллеги меня поддержат. Но еще очень бы… у меня остается не так много времени, всего три минуты, и мне очень хочется озвучить одну проблему. Она новая, хорошо забытая, старая. Информация и правовые риски для НКО. Мировая ситуация, сложившаяся сегодня, диктует новые условия. Переход в онлайн некоммерческих организаций, проектов инициатив с марта по июню 2020 года произошел на 100%. Мы отменили все оффлайн мероприятия, даже сегодня мероприятие проходит онлайн. И действительно нам нужно понимать, что мы говорим, что мы пишем, что мы публикуем, прежде чем публиковать информацию или фото, проверяй и снова проверяй. Получай разрешение на публикацию персональных данных. Фейк-ньюс. К большому сожалению и иногда удивлению, мы видели у некоторых коллег распространение недостоверной, как казалось бы, я просто сказал. Например, в период пандемии пишут некоторые коллеги о том, что сокращается объем помощи онкологическим пациентам, тем самым вызывая панику. Нет, ничего не сокращается. Наоборот, наша с вами задача сейчас действительно говорить в ключе положительным, а не на своих собственных выводах и эмоциях. Но очень внимательно прошу отнестись к фейк-ньюсу. Действительно, это очень серьезно, потому что за такие тексты физические лица штрафуются на 30 до 100 тысяч, а вот уже организации от 200 до 500 тысяч рублей. Это очень-очень важно. В поправке в период пандемии на них тоже стоит обратить внимание, потому что если информация касается обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности, но если на вас никто даже не заявил, то РКН может усмотреть в том, что вы все-таки публикуете фейк-ньюс. Я просто сказал, так не бывает. Мы с вами несем колоссальную ответственность, неважно, мы инициатива или мы организация. Просто у инициативы и организации, физического лица и у организации ответственность разная. Что можно рассказывать о человеке, тоже можно будет ознакомиться в презентации. Нужно быть очень и очень внимательными. Право на изображение человека. Мы очень часто публикуем мотивирующие истории, рассказываем о тех пациентах, которые победили онкологическое заболевание. Мы вас просим, отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно. Даже если пациент до этого публиковал свои фотографии. Обязательно должно быть все юридически грамотно. Лучше возьмите консультацию юриста. И вывод у нас такой. Есть вопрос, не молчи. Юридическое сопровождение гораздо дешевле штрафных санкций. Самообразовательные проекты читайте, смотрите, слушайте. И коллеги, даже для тех, кто только начинает, всегда открыты для общения. А мне очень хочется поблагодарить вас за внимание. Пожелать вам быть вдохновленными. И самое главное, здоровья. Большое спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова